Привет, друзья! Как дела? Наши новости, в общем, после этого не последовало ничего другого. В общем, сейчас хочу так быстренько сообщить, это я шлепанцами так делаю. И у меня сейчас двое детей, которые уже вот здесь сидят, я, знаете, ждала этих летних каникул. Ну, вот сейчас придут летние каникулы, не надо будет так рано вставать в школу, вот это тащиться, то-сё. Я уже не знаю, что лучше. В любом случае мы просыпаемся в то же самое время, что мы просыпались в обычный день. Да, мы не выходим в школу, мне не нужно забирать со школы, но как бы мне нужно ребёнка развлекать. Просто у меня ребёнок такой, что требует внимания. Знаете, вот мы с мамой обсуждаем, вспоминаем, естественно, моё детство. И как всё изменилось, просто вот с ног на голову перевернулось. Насколько всё изменилось вот с моего детства, нашего детства. Большинство, кто смотрит просто мой канал, это мои ровесники. То есть вспоминая наше детство, у нас не надо было развлекать, да? То есть мы сами там себе находили занятия, когда уже постарше становились, так вообще. Вот, то есть как бы не нужно было. Нас только лишь мамы искали, где бы нас, так сказать, быстрее домой позвать. То есть мы сами гуляли во дворе, ходили друг к другу. Господи, у меня была подруга Лиля с седьмого этажа. Лилечка, если смотришь меня, привет. Не знаю, не уверена, что смотришь. Она у нас человек научный, человек науки. Вот, кто знал, что так в нашей жизни складывается, но она всегда была умная, всегда помогала мне с уроками. Ну, в общем, факт в том заключается, что мы с ней просто друг без друга не жили. У нас был какой-то отрезок жизни. И я могу вам даже сказать, буквально практически перед отъездом в Израиль, то есть последние, наверное, года четыре, просто очень сильной дружбы, да? То есть такая уже осознанная дружба, которая после 13 лет, то есть там ты уже понимаешь действительно, кто подлюка последняя, а кто твой, возможно, друг. Вот, и мы с ней страшно очень сдружились. И потом у меня был визит в 2006 году на Украину, и мы с ней встречались, и я с ней провела больше всего времени. То есть я была всего четыре дня в своем городе, но практически каждый день с ней проводила, кроме того, что вечерами, да, мы тоже там ездили с ней. В общем, наобщались вдоволь за эти четыре дня. И я веду к тому, что были мы самореализованные, нас не нужно было развлекать. У меня была вот эта, у меня даже не была, у меня была своя комната, потом в старших классах мама мне отдала зал, нашу гостиную, сказала доча, так как мы в двухкомнатной квартире, и говорит, доча, вот мы тебе с папой отдаем. Ты большая, тебе приходят друзья. В общем, должно быть все красиво, чин по чину. Потому что до этого в спальне, в родительской спальне, у меня был такой уголочек, была такая этажерка, полка, там книги, у меня игрушки лежали, что-то такое. А с другой стороны, напротив был мой рабочий стол, мама стену такую красивую сделала. У меня даже, наверное, фотографий никаких нет. У меня нет фотографий никаких моей комнаты. У меня, хотя есть должно быть видео. Я когда ездила, ездила когда на Украину, в 2006 году, опять же, я снимала. И если у меня вот есть этот видеокусочек, я его сюда вставлю. Если нет, то нет. И вот был у меня этот кусочек, был столик, был, значит, у меня вот этот вот глобус. Мама купила карту, карту глобуса, карту мира на глобусе. То есть два полушария, значит, большие. И она их вырезала и красиво наклеила мне. Но это было больше не для того, чтобы учить географию, а как бы чтобы выделить мою детскую зону. Естественно, я смотрела на эту карту, я видела там большие, крупные, более материки. Естественно, были подписаны океаны. То есть оно как-то, видимо, тоже мне откладывалось. Ну и плюс это выделяло мою такую детскую рабочую зону. То есть это был мой уголок в родительской спальне. Спала я непосредственно в гостевой, мы расстилали мне. Практически целый день я проводила там. И когда ко мне приходили подружки, то они вот это вот там сидели, они садились на кровать, потому что сидеть было негде, так они садились на родительскую кровать, что мою маму это страшно вздражало. Ей это страшно не нравилось. И она все время ругала, чтобы не прыгали на кровати, чтобы не то, не все. Я сейчас сама иногда, конечно, моему сыночку делаю замечание, если он хочет попрыгать. Но все дети почему-то любят прыгать на кроватях. Ну и в данном случае негде было сидеть, так сидели на кроватях. Так даже если там немножко крутились и так дальше на кровати, так мы потом там заправляли и все. Но в общем, маму все равно это как бы раздражало, естественно. И она вообще, я росла, количество моих друзей тоже вокруг меня росло. Друзей там, врагов непонятно кого, завистников. Так, шлепанцы однозначно, надо снять, они делают много шума. Вот. И мама сказала все, доча, забирай вот комнату. И я забрала, мама мне дала комнату. В общем, все было мое. То есть да, это была гостевая, по-прежнему приходили, если гости, большие дни рождения мы делали. Да, или там Новый год или что-то такое. Естественно, это было все в комнате, потому что все-таки это гостевая, как бы там ни было центральной комнаты. Но в основном телевизора у нас там не было, потому что телевизор перегорел. И папа купил маме такой маленький телевизор переносной. И она с ним таскалась по всей квартире, разве что только не в туалет. Вот. В основном, конечно, находилась мама на кухне. Вот. Потому что она уже вела хозяйство. На каком-то этапе папа сказал, давай-ка ты будешь лучше дома. Я уже как-то, по-моему, об этом рассказывала. И, в общем, мама с удовольствием, когда я уже была в старших классах, она сидела дома. И папа нас обеспечивал. И что мама? Естественно, по хозяйству. Естественно, готовила. Мама очень любит готовить. Особенно, если для кого-то, для нее, это просто лучше этого в жизни нет. Особенно, если еще благодарный человек. Скажешь спасибо, похвалишь просто. Она довольна. День не прошел даром. Блюдо готовилось не даром. А я любитель покушать. Мама всегда знала это. И поэтому, естественно, с едой у меня проблем не было никогда. Даже в самые кризисные времена. Мама, в общем-то, ловко, очень всегда что-то вкусненькое могла приготовить. И поэтому для меня получение вот этой комнаты, после вот этого уголочка маленького, это было просто... Ну, я вам не могу описать. Это как просто дар свыше. Это такой был для меня... Я даже не знаю. Это просто было... Наверняка, кто был в моей ситуации, меня поймет. Это было просто дар. Дар. Родители отдали, пожертвовали мне комнату. Целую, самую большую комнату в квартире. Чтобы я, в принципе, могла там делать все, что я хочу. И, знаете, вплоть до того, мне дали эту комнату, когда я уже была в старших классах. Естественно, 10-11 класс. Естественно, там мальчик появился. И нужно было тоже... Мама лишний раз не хотела, чтобы я там где-то по подъездам шлялась. Так лучше, чтобы он приходил в дом, но мы могли спокойно в уединении посидеть в комнате. Вот. И мама мне сказала, ты можешь даже сама покрасить, делать все, что хочешь. То есть у меня вообще там башку сорвало. Я поехала... Там папа, естественно, мне помогал с мамой. Но в основном я побелила комнату. Папа мне помогал. Потом мы позвали соседа, который... Царство ему небесное, дядя Ваня. Он делал ремонт и всю свою жизнь. И у него были, в общем, всякие вот эти ролики, знаете, которые фигуры делают. Ну, естественно, тогда уже фигуру вот такие рисовать было не модно. Вот. Но какие-то участки выделить было модно. То есть... И мы у него попросили. Папа пошел, говорит, хочешь такой какой-то рисунок? Я у дяди Вани попрошу вот этот вот малярный, или как он называется, ролик. Я говорю, ну, было бы классно. Он пошел, тот с удовольствием, конечно, дал. Вот. Вот. И мы там что-то даже намалевали, сделали какие-то участки. В общем, это было... Мы сделали это все буквально за один день. У меня вся такая семья. И мне и отец, и мать такие, что мы вот... Вот нам загорелось, и надо прям сразу делать, да. Вот в тот же момент, в тот же день. Вот, кстати, это большая проблема на самом деле, потому что оказалось в жизни, что это не очень хорошо. То есть не всегда эта черта очень хорошая, поэтому, как бы, я все вам говорю. Не просто вот это есть take it easy, да. То есть надо все easy очень делать. Не спешите. Я уже просто, ну, каждый день, каждый день я тренирую себя. Ты что-то захотел все так спокойно к этому отнестись. Не надо вот сломя голову там что-то делать. Вот. Это вообще отдельная философия. То есть на эту тему у меня тоже, кстати, будут лекции. Ну, это потом. Вот. И вот с комнаты я получила, я сделала там ремонт. Ко мне приходили друзья. Я сидела там безвылазно. Я ее обожала. Я перекладывала, я складывала. Я очень аккуратно и бережно относилась к домашнему заданию, к выполнению. И у нас, особенно в старший класс, это бесконечные рефераты какие-то, бесконечные какие-то работы, сочинения. Что-то нужно было писать, делать. Я чат библиотечный. Я очень много лет в библиотеке школьной провела. И последние два года я была президентом библиотеки школьной. Это отдельный кусок моей жизни. Вот. И я такой человек. Я очень люблю копаться, читать информацию, какие-то ресерчи делать. Вот это прям про меня. Полностью про меня. И вот в наше время, когда я в 98-м году закончила школу, уже компьютеры, конечно, были. Но не в каждом доме, не на каждом столе. И, конечно же, все писалось вручную. Все рефераты делались вручную. И я помню, вот это с трафареточками я сидела, вот это слово реферат, пишешь имя, фамилию, тему реферата. Вот это все. Но наверняка вы меня вот понимаете, да, кто вот меня сейчас слушает. Понимаете, вот это было такое наслаждение вот своей вот комнатой и всем. Да, я была постарше. Это совершенно верно. Я была подросток. Но и до этого я не любила, чтобы меня кто-то развлекал. Я любила сама играть, чтобы меня никто не трогал. Я себе сама там придумывала игры туда-сюда. И в садике даже я нормально была. Меня наоборот всегда думали, как угомонить, как что со мной сделать, чтобы я более спокойна была к этому. Потому что я детей вокруг всегда тоже заражала какой-то игрой. Особенно это было перед обеденным сном. Воспитательницам это было абсолютно не в руку. Ну и кроме того, когда все спали, естественно, я уснуть не могла. И я лежала там, всех пыталась там разговаривать. Вот поэтому у меня какая-то была вот такое родительское внимание. Мне не требовалось для того, чтобы меня развлекать. То есть это все я к этому вела. Мы с мамой об этом все время говорим. Мы все время вспоминаем это время. И вот у меня ребенок. Но это же невозможно. То есть, да, если ты ему вручишь iPad, потому что даже телевизор он не готов смотреть. То есть мультик он один посмотрит, все. То есть он не любитель этого. И пытаясь его подсадить на фильмы, то есть он не любит смотреть фильмы. Вот мне странно. Я была в детстве, я любила и мультики, и фильмы одинаково детские. Вот он не любит фильмы. Вот он не может смотреть фильмы. Вот именно фильм как фильм. То есть только мультики и то Не совсем, чтобы они были длинные То есть это какая-то проблема Вот Ну не проблема, просто, видимо, такой ребенок Вот iPad ему, да И он чем-то увлечен, все Сейчас, если ты у него забираешь iPad Естественно, я его забираю Потому что, ну кто позволит своему ребенку 24 часа сидеть в iPad То есть надо развлекать В каком виде То есть какие-то игры придумывать, какие-то задания Сейчас эти задания он не хочет делать То есть надо продумывать такие задания, которые он хочет делать И даже те задания, которые он хотел делать неделю назад Сегодня он уже их не хочет делать В общем, короче, мне нужно постоянно развлекать Постоянно думать о том, что, как Вообще, я очень устаю Я вам честно могу сказать, что, конечно, в школьном процессе У меня этих проблем не было iPad, у нас было очень мало времени Для iPad, поэтому как бы это было нормально А сейчас времени много И нужно как бы его так загрузить хорошо, чтобы на Айпед тоже осталось время, но немного. Получается так, что он делает все для того, чтобы освободить для Айпеда много времени. Потом я вам говорила, у нас было 3 недели страшной жары, на улицу выйти было невозможно. То есть мы сидим в 4 стенах. Выйти нельзя, так хоть утром ты выходишь, гуляешь немного. Пока пришли, пока покушали, тут дым-сюдым, может быть, немножко Айпед, или мы делаем какое-то задание, допустим, я вам говорила. То есть есть какое-то расписание. Когда сидишь 24 часа в сутки дома, и ты не выходишь. Зимой ты уже к этому привык, и зимой как-то ты спокойнее к этому относишься. Но летом тебе тяжело принять ту информацию, что, в общем, на улице лето, а выйти ты не можешь. И вот это все, оно просто вот это копится, вот эта вот усталость, потому что ты постоянно энергию свою тратишь на то, чтобы своего ребенка как-то занять, чтобы он был в какой-то, в каких-то рамках, чтобы вот как-то... Это очень тяжело. Меня это страшно выматывает. Естественно, это забирает все мое время. Могу сказать честно, вечером, когда у меня есть время, во-первых, единственное, что делаю я, делаю прогулки, о которых я вам говорила, то есть шагаю. Я иду, шагаю по Москве, да, то есть я шагаю по своему городу, и то даже последних там несколько дней я не шагала, потому что я так устаю в течение дня, просто никаких сил не остается, ни на что. В паспорт, и все. То есть вы уже знаете, вы на чемоданах, так сказать. То есть это та ситуация, когда вы сидите на чемоданах. Вот в этой ситуации, вот эти видео будут интересны, потому что вдруг сначала много вопросов, как пройти процесс, как это все сделать, как... А потом начинают простые бытовые какие-то... А как вот это? А как вот опадают? А я прилетаю, а что я должен сделать? А как вот это работает? А как то работает? То есть вдруг какие-то вопросы бытовые появляются, иногда просто какие-то простые вопросы. И ты думаешь, господи, а как, что теперь? Конечно, все есть. Все это есть в форумах, есть куча бесплатной информации, доступ в интернете, вы знаете, есть ко всему. Просто я решила еще закрепить, сделать такие финальные видео именно по этой теме. Поэтому я думаю, что это тоже будет интересно. Вот. Что еще хотела сказать? Вот это я буду делать. Ну, скорее всего, у меня будет анонс, у меня поменяется скоро... вот, как называется... верхушка, шапка, которая у меня на канале, и на фрейме, вот у моей Исраилина, в Ютьюбе, есть моя фотография, так, и есть шапочка. Там нарисован, там фонтан у меня сейчас с травой, там в парк, когда ходили, гуляли в прошлом году. С тех пор у меня эта фотография там и висит. На самом деле, вот там будет другая фотография скоро, и там у меня будет уже более как мой такой фотография более... не фотография, а заставочка более, которая соответствует моему каналу, и там будет уже написано, в какой день это будет. Потому что я еще не решила, у меня достаточно так все насыщенно. Я не решила, в какой день я это буду делать. Вот. Но неважно, в какой бы день я это ни делала, в ближайшие дни появится новая фотография на моей шапке, в которой будет написано, в какой день будут выходить мои видео, которые будут более информативные, насыщенные. И, ну вот, наверное, так. Все. В общем, я все сказала, что я хотела, даже больше, чем нужно. Все соединила в одно видео. Опять-таки, если вдруг у вас есть какие-то вопросы по поводу тем, которые вы хотите, чтобы я раскрыла для вас, пожалуйста, я с удовольствием люблю пофилософствовать. Все. Дорогие мои, привет вам всем. Пишите, не забывайте, смотрите мои старые видео, потому что это тоже была работа, которая проделана мной. Мне очень приятно, когда я вижу лайки, ваши комментарии, даже если я не всегда на них отвечаю. Все. Спасибо вам большое. Пока-пока. Всем хорошего настроения.